Шеллова Тоба Гутувах, хорошей недели. Мы находимся в 17 главе, 8 пасук книги Мишли. Сейчас мне подскажут, какой урок, может быть. 146 урок цикла Мишли. Еще раз 17 глава, пасук номер хэт, то есть 8 пасук. Шлома Амеллах говорит такую интересную вещь. Он говорит, мзда, то есть взятка в глазах владеющего ею, это драгоценный камень. Куда ни обратиться она, всюду преуспеет. Теперь попытаемся на иврите мой перевод. Эвен хэн, ха шохот байне баалав, эль кола шерифане и скиль. Камень, который дает хэн, это милость в глазах. То есть шохот, взятка, это камень, который дает какую-то милость в глазах его хозяев. Все, куда она ни обернется, всюду она даст какой-то разум. Поумнее, дословный перевод. Мальбим объясняет, что такое эвен хэн. Эвен хэн, дословный перевод, это камень милости. Объясняет Мальбим, что это пришло научить нам гэсгару, предупреждение, человеку, который хочет принять взятку. Потому что взятка, она ослепляет глаза мудрецов. Что также, если человек подумает, что он не склонит суд, то есть есть судья, которому дает взятку. Он знает, что несмотря на взятку, он все равно судить будет правильно. И не склонит суд в сторону того, кто давал взятки. И это произойдет Альпиху Кейхохма по законам мудрости человека. Тем не менее, это неправильно. Почему? Потому что не подумаешь, что я знаю, как правильно судить, но взятка подсказывает мне, хочешь заработать миллион, попробуй немножечко взять взятку. Нет, не в этом дело. Шохот взятка, она ослепляет глаза мудрецов, и они лишаются мудрости. Потому что так же, если ты подумаешь, что ты не склоняешь суд и будешь судить правильно, тем не менее, это не получится. И об этом сказано, что шохот взятка, она подобна Эвен Хен Бейней Баалав. Камню, которая дает милость в глазах его хозяева. То есть, есть камень, в котором есть сегула, какая-то помощь, которая дает некий хен, некую милость в глазах того, кто ее дает. То есть, человек, который дает взятку, он приобретает милость в глазах того, кто принял эту взятку. И человек, который несет этот камень, он подобен в его глазах, что ему не нужно никакого иштадлута, никаких усилий. Потому что все, к чему оно повернется, оно все станет разумным. То есть, это найдет такую милость, что в любом месте, в глазах любого человека, несмотря на то, что это неправильно и неверно, тем не менее, человек, который дает взятку, он не занимается уже тем, что ему надо правильно составить свои претензии в суде. Чтобы он получил в мишпате, в суде, правильный приговор. Потому что он сам, сам их опирается на то, что у него есть уже какая-то помощь в виде взятки, которая даст ему милость в глазах судьи. И судья сделает так, как он хочет. И вот эта взятка, она ослепляет глаза мудрецов, как камень, который ослепляет глаза без того, чтобы человек это обратил на это внимание. То есть, идея этого пасука, объясняет Мальвим, состоит в том, что человек не может подумать, что я все равно, несмотря на взятку, правильно понимаю ситуацию. Взятку я возьму, а поскольку и так очевидно, какой будет дин, какой будет суд, то я буду судить правильно. Нет, это невозможно. Человек не может взять взятку и правильно видеть то, что происходит. Взятка, она слепит человека. Эта идея очень простая. И на эту тему есть много анекдотов по поводу того, как ведется суд. Прокурор просит, подсудимый, ваше последнее слово, 25 тысяч, 10 тысяч, ни копейки больше. Прокурор просит 25 тысяч. Суд удаляется на совещание и так далее. Все это известно, как происходит. И, я не знаю, может быть, я даже рассказывал вам. Я один раз находился в городе Цихинвале под Тбилиси. Рассказывал. Тогда я не буду больше рассказывать эту историю. Но я видел то, как происходит вообще сама идея того, насколько взятка становится частью жизни, когда понять, что можно каким-то образом обойтись без взятки, становится просто совершенно нереально. И это я уже точно помню, что я рассказывал Псагдин Хатам Сойфера, когда Хатам Сойферу, но это я хочу повторить, когда Хатам Сойферу был задан вопрос, можно ли давать взятку нееврейскому судье, когда на еврея был подан в нееврейский суд. И он понимал, что он рискует проиграть, если не даст подарок судье, взятку и так далее. И Хатам Сойфер пишет, что в принципе этого делать нельзя ни в коем случае. По той причине, что у народов мира среди семи заповедей сыновей Ноха есть заповедь правильного суда. И если я даю взятку, то он уже не будет судить правильно. И, соответственно, я делаю, нарушая заповедь Микшолев-Невер, препятствую перед слепым. И Ноха там Сойфер пишет, что несмотря на это взятку дать можно Логолоху, потому что наверняка вторая сторона уже дала взятку. И поэтому все равно не будет правильного суда, и, соответственно, ты ничего не проигрываешь, нарушая заповедь Микшолев-Невер, ты ее не нарушаешь, поэтому взятку давать можно. Гагро идет здесь по очень интересному пути, совсем не по-простому, на мой взгляд. Давайте попытаемся посмотреть. Гагро пишет, что эта книга, книга Мишли, она объясняет, как надо защитить человеку себя от Аверо Торы. И сообщает, что зло, которое приходит, и сообщает то зле, которое приходит посредством того, что человек делает какой-то Аверо. Поэтому книжка начинается словами Шмабни Мусаравиха в Альте Торатымеха. Слушай, сын, мусар твоего отца, и объясняет, что мусар, который дает тебе отец, это Тойра, которая говорится, что есть митцвот, шилола асот да варзе, заповеди, которые запрещают что-то сделать. И даже в этих заповедях нет никакого смысла, тем не менее, есть мусар, который говорит, что ты не можешь понять смысла этой заповеди, и тем не менее, эта заповедь существует, и нарушая ее, ты не просто нарушаешь Тору, ты вносишь зло внутрь себя. Следующий кусочек в Альте Тошторатымеха, и пусть не отойдет от тебя, не ослабеет от тебя Тора твоей матери, это Деврей Кабола. Это не Тора на самом деле, а Деврей Кабола. Деврей Кабола это то, что заповеди, которые даны не в книге Пятикнижья, не в пяти первых книгах Тора и Мойша, а дается в книгах Навиим и Ктумим, пророках и Писаниях. Это называется Деврей Кабола, а Тора Шабальпе тоже называется Тора Тымеха, это тоже Тора твоей мамы. То есть заповеди, которые даются в Танахи, в Нахи, и заповеди, которые даются в Тора Шабальпе, это заповеди, которые называются в основном заповеди Дарабона. Шапарет и она, они объясняют Анфей, Авейра, Ваанашейха. Там включают в себя заповеди Торы, но те, которые названы в Торе, а в Танахи, в Нахи и в Талмуде, объясняются ветви этих митцвот и этих оверот и наказания, которые человек несет за них. И здесь сказано, какая мерзость, какое безобразие это шохот, это взятка, которая дает милость в глазах того, кто это принимает, и убирает разум, и разум направляется в другую сторону. То есть, эхи тинвэц лех, человек сразу же начинает думать о том, как сделать гад слоху, успех тому, кто дал взяткой. Это первое объяснение, оно понятно. Второе объяснение. Здесь есть ремес, намек для нас, что нужно и можно давать шохот нееврею. Как сказано в Иерушалме, что есть Иерушалме, мне казалось, что мы это учили, я не помню, что есть Иерушалме, нет, наверное, все-таки нет, что никто не знает, на какой Иерушалме Гаон опирается. То есть, Гаон говорит, как приведено в Иерушалме, и ссылки не дает. Вот, здесь у меня есть Гаарот, такие вот внизу написанные какие-то сноски. Он, автор этих сносок, спросил, что он, сказал, что он спросил Рафхаема Каневского, знает ли он, на какой Иерушалме ссылается Гаон. Рафхаем Каневский был не уверен в этом, поскольку Гаон не написал. Но ему кажется, что речь идет о трактате Шаббат, есть такой Иерушалме. Раби Йонатам делал так, что когда у него был какой-то суд с каким-то человеком, который был Алиликра, ну, такой тяжелый человек, то он посылал ему и Карин, посылал ему что-то дорогое в подарок. То есть, что имеется в виду, я не совсем правильно сказал, что когда назначался какой-то новый правитель города, губернатор или что-то такое, то он ему сразу же посылал какой-то подарок, дорогой подарок, и объяснял, кто сказал, что не будет никакого Дина, никакого суда у меня, или не будет какого-то Дина, какого-то суда с вдовой. Поэтому лучше я сразу же найду милость в его глазах, для того, чтобы у меня сразу с ним были хорошие отношения. Окей. Так вот, Рафханевский думает, что на этой Иерушалме ссылается Гаон. Гаон не написал, на какой Иерушалме он. Но здесь написано, что можно и в Иерушалме, и у Гаона прямым текстом, что не евреям можно давать подарок, можно давать взятку. И мы видим, что это то, чем занимался Иаков, когда готовился ко встрече с Исавом, что он посылал ему подарки, чтобы найти милость в его глазах. Таким образом, здесь написана идея того, что это можно делать, можно давать взятки не еврею. Я хочу зачитать Рамбана на книгу Ваикра. Есть Рамбан, который рассказывает такую вещь. Я саму книгу Ваикра не взял, взял только Рамбана. Своими словами, в Йом-Кипр во время храмовой службы выводятся два козла. Одинаковые ростом, одинаковые весом, одинаковые цветом, одинаковые по возрасту, купленные в один день и т.д. и т.п. После этого эти два козла ставятся напротив Коэн-Годеля. Рядом стоит такая калпий. Как калпий перевести? Как урна, в которой находятся две дощечки. Ну, это не совсем, а избирательный урн. Надо избрать, какой козел куда идет. Я понял. В Кнесет, какой куда. После этого он кладет туда две руки Коэн-Годоль и берет эти две дощечки. Вначале это были дощечки, сделанные из дерева, после этого сделаны были из золота. Вытаскивает эти две дощечки. Правую кладет на правую козла, левую на левого козла. После чего жребий решает, куда избирается козел. Один козел избирается Ле-Хашем, Всевышнему. И это жертвоприношение Йом-Кипра, когда козел идет в Корбан-Пним, во внутреннее жертвоприношение, кровь, которая брызгается на внутренний жертвенник, золотой жертвенник, после чего на порохот, на занавеску, отделяющую между Кодыш и Кодыш и Гдашим, святой, святая, святых. А второй козел, на него выпадает Гораль, который написан Ле-Азазель. И он бросается, идет к Азазелю. Теперь здесь есть длинный рамбан, и я, тем не менее, хотел бы его просчитать. Рамбан говорит, что такое Ле-Азазель. Он говорит, это высокая гора, скала, которая была твердая, как сказано Эритс-Гзира. Как сказано, что это земля твердая, Газар это твердая. Так пообъясняет Раша. В Тор-Ат-Каганим объясняется, что Азазель это место, которое было одной из самых твердых из скал, которые были в округе. Может быть, это речь идет о том, что его надо отвезти в Ишу, в поселение. Талмуд говорит, Тора говорит, в Мидбар, в пустыню. А откуда мы знаем, что это должна быть скала? Тора говорит, Эль-Аритс-Гзира, в землю, которая называется Гзира, Газар это в данном случае скала. Поэтому Перуш-Азазель, слово Азазель, переводится в слово Каше, твердое. И это выводится из удвоенной буквы Зайн, Изус, Вегебор. Сильный и очень сильный, то есть очень крепкий. Место, которое очень крепкое, точка. Это был Перуш-Раша, что такое Сыр-Миштале, который идет в Ламеритс-Азазель. Раби Авраам, Рабейну Авраам и Венезра, Катаф. Он говорит, Омар Афшмуэль, приводит Талмуд. Аф, Альпиев, Шикатув, Бесиир, Гахатас. Несмотря на то, что написано Сыр-Катас, про Сыр, который приносится в жертвоприношение, первое из козлов. Написано, что он идет Леха-Шем. Сыр-Мишталех тоже идет Всевышнему. На самом деле, это тоже идет Творцу. Вэйн-Сорах, Кимишталех, Эйнен-Корбан, точка. То есть, Рабейну Авраам объясняет, что не подумаешь, что это жертвоприношение кому-то, кроме Всевышнего, нет. Это тоже козел, второй идет тоже Всевышнего. Возмущается Рамбан и говорит, это не надо было говорить. Потому что первый козел, который козел Хатас, это жертва. Второй козел ничего общего с жертвой не имеет. Он не является жертвой. Его даже не режут, не делают Шхиту. И если бы ты мог понять эту тайну, которая здесь находится, в слове Азазель, то ты бы знал тайну этого козла и тайну его имени. Потому что подобно этому есть еще места в Хумаше. А я тебе немножечко открою эту тайну на уровне Ремеза, на уровне намека. Когда ты будешь в возрасте 33 лет, и ты ее познаешь. Это лошон Рабейна Авраама. То есть, Рабейна Авраам своему сыну рассказал это, а нам не стал. Теперь Рамбан говорит, что вот Раби Авраам, он, Нааман, Рох Мехасадавар. Мы ему верим, что он правильно сделал, что он скрывает эту вещь. И я не могу стать сплетником, говорит Рамбан, и пойти и раскрыть эти тайны. Потому что уже во многих местах наши Рабони их открыли. То есть, в принципе, я бы сам не стал этого делать, но поскольку наши Рабатыни уже в многих местах их открыли, то поэтому я не буду сплетником, который раскрывает, поэтому я могу тебе пересказать слова мудрецов. В Берейши Сраба сказано, и понесет этот Сеир на себе грехи. И говорит Берейши Сраба, кто такой этот Сеир, кто такой этот козел, это Исаф. Про которого сказано, ген Исаф Ахи Иш Сеир. Дальше он приводит послуг, доказывающий это. Что вот Исаф, брат мой, человек волосатый дословно. Сеир, Саар это волосы, Сеир волосатый, и Сеир это козел. И все грехи это аванатам, аванот там. Поскольку сказано, что Иаков Иш там. То есть Иаков называется человеком там, там это простым человеком. Аванатам это два их грехи. Аванатам это два слова, раскрывает Берейши Сраба. Аванот там, грехи Иакова, бней Иакова. И вот эти грехи понесет этот козел, который Исаф. И Исаф заберет грехи бней Иакова. Говорит он, я тебе хочу привести Перкей Раби Лезер, говорит Рамбан. Как объясняется в Перкей Раби Лезер Агадоль, о чем идет здесь речь? Он говорит, поскольку здесь есть такие действительно немножечко ромазим очень тонкие, намеки очень тонкие. Поэтому я думаю, что лучше, если я зачитаю Рамбан и не буду его пересказывать, хотя это займет больше времени. Он говорит, что в Перке Раби Лезер написано, что дают ему сам, сам это имя Ецар-Гары, имя Ангела Исафа, вот этому саму, я его читаю не полностью, чтобы не произносить лишний раз, шохот взятку в Йома-Кипурим. Для этого я это читаю, поскольку то, что говорит Агро, что мы видим, что можно давать взятку, мы учим Иссыр-Азазель, который является взяткой саму, сотану, которая дается в Йома-Кипурим. Для того, чтобы не аннулировать жертвоприношение. Эта взятка дается для того, чтобы сотан не помешал нам приносить жертвоприношение Йома-Кипура. Как сказано, цитата, «Гараль – это жребий, который выпадает Всевышнему, он идет в жертвоприношение, которое называется Ойла. Гараль – Шелезазель – это Сеир Гахатас, это вот этот Сеир, который засчитывается как Хатас, и все грехи Израиля находятся на нем, как сказано в Энасе Гасеирала, что этот Сеир несет грехи Амисраэля на нем, на себе». Точка. Продолжает Рабелезр. Перкей-Драбелезр – это Рабелезр Гагадоль, который написал что-то похожее, Перкей-Авод. Есть Перкей-Авод-Драбеносен, Перкей-Драбелезр, но тут есть очень многие вещи, которые не входят в Перкей-Авод. Перкей-Авод-Драбеносен, там вместо шести периков, там сорок периков примерно, Перкей-Драбелезр, оно включает в себя на самом деле пересказ многих вещей, от Берешит, от Начала и включает всякие Деврей-Мусары и так далее. Так вот он пишет, что вот этот вот Малах-Исава по имени Сам, он увидел, видит, что нету греха у Ам-Исраэля в Йом-Ики-Пури. И говорит перед Всевышним, «Господин всех миров, у тебя есть один народ в земле, который подобен Малахе-Ашару, ангелам служения, которые на небесах. В чем подобие Ам-Исраэля ангелам? Как ангелы служения, они босиком, поскольку им не надо ходить, так же Исроэль в этот день находится босиком. Как ангелы служения, у них нету еды и питья, так Исроэль в этот день не едят и не пьют. Как ангелы служения, у них нету кфитца, они не перепрыгивают, так Исроэль стоят на своих ногах в Йом-Ики-Пури и не двигаются. Как Малахе-Ашарет, как ангелы, они на киим их кольхет, они чисты от любого греха, так Исроэль, они чисты от всех грехов в Йом-Ики-Пури. Акодыш-Барагу слушает его свидетельства об народе Израиля, от обвинителя народа Израиля, и таким образом жертвенник искупляет и происходит это за Мигдаш, жертвенник искупляет за храм, за Кагиним, за весь народ Израиля. И это искупление идет на Мигдаш, Акодыш, на святое святых, на то, что находится у Мигдаша. Алькен Агадазу, до сих пор идет вот это Агада. И вот теперь, говорит Рабелезер, я объяснил тебе тайну Сыра-Зазеля, что означает его имя, что означают эти действия. Продолжает Рамбан и говорит, Содга-Иньян, тайны этого вещи, потому что люди служили другим богам. Другим богам это Авоида-Зойра, да? И это что такое другие боги? Это ангелы, которые делали, которым приносили жертвоприношения. И это жертвоприношение для них приносилось с каваной, с намерением, чтобы это было рех, не хох. Было какое-то, я даже не знаю, как перевести, а? Благоухание. Как сказано в Хискале, в книге Хескаль, в шамнею катарте на тателе фанейхам, что я дал перед тобой свое шемен, свое масло и свои воскурения. Лехми, ашен на тателе, хасолад, и хлеб мой, который является солод, мельчайшей мукой, шемен, масло, дваж и так далее. И все это дал для того, чтобы вы сделали мне, как вы сказали, благоухание, да? И так свидетельствует Всевышний. А теперь ты должен понять, что означает то, что здесь написано. Тора полностью запретила нам принимать элакутам ангелов за богов, и любую авойду, любую службу, которая делается ангелом, Тора запретила категорически. Но заповедовал Всевышний в Йома Капирим, чтобы мы послали вот этого козла в пустыню для ангела, который является властителем тех мест, которые являются хурбан. Пустыня на иврите Мидбар, и пустыня это хорев. Хорев, это слово, означающее тоже пустыню, происходит от слова хурбан. Здесь нужно обратить внимание на такую вещь, что одна и та же сочетание, одни и те же буквы в разных сочетаниях дают абсолютно разные вещи. Те, кто когда-то занимался чуть-чуть, на самом низком уровне, законами шабата, знают, что в шабат есть работа, которая называется боне, строительство. Рамбом, когда пишет Хагдару этой работы, определение этой работы, он объясняет, что строительство это хибур халаким, это соединение кусочков, частей. Хибур, это боне. Если мы поставим те же самые буквы, хэт, бейт и рейш, изменим порядок и поставим хэт, рейш и бейт, то получится хорев, пустыня разрушения. Хибур и хорев, это одно и то же слово, но когда работает оно немножко в обратном направлении. Если мы возьмем муку, для того, чтобы ее соединить и сделать тесто, то женщины дадут соврать. Зачем-то туда добавляется вода, потом его перемешиваешь, оно превращается, соединяется, клеится и превращается в густую массу, которую назвали тестом. Если мы берем и выпариваем всю воду, делаем то же самое соединение без воды, то никакого теста не происходит. Мы можем взять муку и целый день ее перемешивать ложкой, она останется мукой и тестом не станет. Когда мы делаем тесто, мы делаем хибур, соединение, когда мы убираем оттуда воду, не даем воду, то соединения нету и получается пустыня хорев, то есть разрушение. Так вот, существует малах, ангел, это тот самый сам, который является ангелом, который руководит процессом разрушения в этом мире. Понятно, что он не отделен от Всевышнего, и это исходит от Творца, но возьмем просто простой пример. Тиша Беаф. После того, как Мираглим разведчики пришли и сказали, что мы не можем войти в Алицесройль, народ, которым видели там великаны, укрепленные стены, короче говоря, кранты нам всем, и сказали, что он сильнее, народ, которым видели, Ютерхазагу Мимену, он сильнее, чем мы. И говорит Раша, не читай, чем мы, а читай, чем он. Мимену и Мимену, это одно и то же на иврите сочетание букв, и меняется только голосовка Вави, я даже не помню название, Холоми, Хурок, что-то такое. Вместо У читается О, и получается то же слово, только оттенок другой. Он не сильнее нас, а сильнее его, Клопей мало, говорит Раша, имеется в виду Всевышний. Что они пришли к тому, что народ, который населяет Торецесройль, он сильнее Творца. Киба и Холь, как будто Балябайту, Хозяин не может оттуда вынести свои инструменты, то есть у него нет власти над этим народом. После того, как они к этому пришли, то случилось это в пустыне, в Хорове, и после этого они начали плакать и говорить о том, что мы останемся в состоянии Хорова, в состоянии пустыни, мы останемся навсегда, то есть мы никогда не войдем в Рецесройль, никогда не будет построен храм, и так далее. После того, как храм был построен, когда они вошли в Рецесройль, разрушение храма произошло через срифу, через пожар. Когда Акодыш Бургу сделал так, что храм сгорает, а когда сгорает, то весь Хибур, строение, которое было, вместо Хибур, вместо Биньянбай, строительства храма, произошло разрушение храма. Вместо Хибура – Хоров. Так вот ангел, который отвечает за этот процесс, который называется Хоров, удаление оттуда любой жидкости, это ангел, который отвечает за пустыни, поскольку это одно и то же. Так вот этот ангел, который властвует Бамакамот Хурбан, он Рауило Мепнейшиу Баалав. Этот козел ему предназначен, потому что он является на самом деле хозяином этой истории. И поэтому из-за его силы, этого ангела, приходит Хоров в Ашимимон, приходит разрушение, и Ашимимон, я не знаю, как перевести, шамыма, пустошение, а пустошение. Потому что он поднимается, поднимает все, что ему дается, к Ахавей Херев, к звездам, которые называются звезды меча. Понятно, что меч Херев на иврите, тоже происходит от слова Хоров, от слова Хурбан, это все одно и то же слово. И он же, от него же зависит кровь, войны, ссоры, раны, ранения, разделения, и это и есть Хурбан. То есть Хурбан, это разделение, Хибур, это соединение. Хибур, это строительство соединения, Хурбан, это когда разделяется. Окей. И все это относится к Галгалю, к соединению звезд, которое называется Маадим, обычно переводят как Марс, который красного цвета, который отвечает за кровь, и естественно, что кровь связана с разделением. Так вот, он говорит, что его часть от народов это Исав. Этот ангел, к народам он относится, к Исаву, это ангел Исава. И я люблю эту историю приводить, что когда Якову боролся с этим же самым ангелом, ангелом Исава, то известная история, когда к утру он задает вопрос, секунду, я запутался в проводах, когда он задает вопрос к утру, когда ангел говорит, отпусти меня, пришло время мне говорить, ширу к душу, то Яков спрашивает, как тебя зовут, и ангел ему отвечает, зачем ты спрашиваешь. И комментарий автора, которого я так и не смог узнать, слышал от Рафмойша Шапира, говорит о том, что когда ангел говорит, что зачем ты спрашиваешь, это не то, что он отказался ответить на поставленный вопрос, наоборот, он отвечает на этот вопрос и говорит, меня зовут, зачем ты спрашиваешь, это и есть мое имя. Имя его, это Ецар Гара, суть ангела, это Ецар Гара, его имя, Самих Мем, две буквы, которые являются кругом и квадратом, это замкнутые буквы, которых, если ты их разомкнешь, если ты сделаешь какой-то разрыв внутри них, то те, кто из вас, кто знает иврит, представьте себе, что внизу, буква Мем, Софит, или буква Самих, делается такой разрыв, немножко стирается, и наверху тоже, получается, буква Кав и буква Вав, две буквы, Кав Вав, это 26 гематрия, это гематрия имени, четырехбуквенного имени Всевышнего, которое называется 26, и Сам, как только мы его размыкаем, как только мы задаем вопрос и прекращаем движение по кругу, то тем самым мы соединяемся с душей, с самым высоким уровнем постижения Всевышнего, поэтому Ангел Исава говорит, мое имя, не задавая вопросов, зачем ты спрашиваешь, это есть его мое имя, продолжает двигаться по кругу, по кругу, по букве Самих, или по букве Мем, и это суть этого Ангела Исава, и он, его удел, это, это, я хочу переводить, я начинаю рассказывать, это Херев и Милхама, это меч и войны, и из всех бремот, из всех животных, его удел, это Саирим Ваизим, Саир, это волосатое животное, которое называется козел, Эз, это тоже козел, понятно, что Эз и Азазель, это похожие слова, это только удваивается буква Зайн, для того, чтобы усилить эффект, и он находится, в его уделе, также находится Шейдем, который называется Мазикин, то есть, суть этого Ангела, он владеет понятием разрушения, меча, и к нему относятся его подчинения, его часть, это Мазикин, который называется Шейдем, но вы, наверное, слышали об этом, но я сейчас не буду дальше рассказывать, продолжает Рамбан и говорит, что не имеется в виду, когда мы говорим про Саир Мишталеях, что это является Корбан, от нас к нему не дай бог, то есть, простая идея, когда мы читаем Хумаш, может возникнуть, что мы приносим жертву, Ангелу, Эсаву, Саму, не дай бог, говорит Рамбан, но, каваната, наша кавана, должно быть, такая, мы выполняем рацион желания Всевышнего, который заповедовал, так сделать, то есть, мы приносим, выполняем желание Творца, который сказал, послать этого козла в пустыню, чтобы он достался вот этому Саму, пример этого, человек, который делает трапезу для царапезы, то есть, царь назначил его управляющим по поводу трапезы, и царь приказывает этому человеку, который делает трапезу, одну из порций передай моему такому-то и такому-то рабу, такому-то сиком-то, что он не делает, тот, кто делает Сауду, он не дает этому Эведу, он не дает самому рабу, и когда он дает еду, которую царь приказал отнести рабу, он не дает это рабу, он выполняет, он не мехабет этого, он не делает это для уважения этого раба, он делает это из-за уважения к царю, и все, что есть, принадлежит царю, и царю он это дает, а царь перераспределяет, и царь решает, какому Эведу какой празд дать, какому Эведу дать, какую награду, какой кусок, и, шморзе митсватовы, а сэлих водамелых, коль ашерцевеху, и человек должен, когда он делает это, сыр мишталех, он должен выполнять это, как митсву царя, и делать то, что приказал царь, однако царь, он является хозяином трапезы, и хочет, чтобы все его рабы получили гано от этой трапезы, и это швах царя, а не его гнус, это его почитание царя, а не наоборот, и это смысл гораля, это смысл жребия, потому что, если бы Каген делал это, и говорил, этот Лаошем, а этот Лаазазель от себя, то это было бы, выглядело бы, как будто он служит этому Азазелю, и делает недр во имя вот этого вот ангела, но сейчас мы ставим все перед Гошемом, около Петах Оголь Маэт, около входа в шатер, и оба они являются то, что мы даем Всевышнему, а Всевышний решает, какому рабу что дается, и решает, какой из этих козлов идет саму, и это желание Творца, и жребий выражает это желание, и так далее, и мы, говоря, что это Гошема, мы говорим, что оба они принадлежат Гошему, и мы не имеем в виду, когда мы его посылаем, когда мы сталкиваем с горы, а только выполнить желание Всевышнего, как сказано, цитаты, я не знаю, нужно ли нам переводить, окей, поэтому мы его не режем, вообще, не делаем шхиту, Энкелус переводит, так как переводит, я тоже пропущу, и из-за этого сказали наши мудрецы, что что есть законы, то есть вещи, по поводу которым Ецаргара обвиняет Амисраэля, и народы мира отвечают на них, например, обвинение, которое дается Амисраэлю, надевание шатнеза, пара адума, сыр мишталех, вот этот вот козел, которого отправляют, где не видно никакого смысла заповеди, почему лен нельзя надеть шерстью, почему нельзя, что там еще, почему, в чем смысл пара адума, где очень много противоречий, почему сыр мишталех такая большая проблема, в чем вообще, что смысл этого и так далее, это обвинение, которое народы мира обвиняют Амисраэля, но сыр мишталех, у нас есть ответ на этот вопрос, потому что мы делаем никаких действий, и также с парой адумой, то, что они говорят, в чем их обвинение состоит, вы же видите, что вы приносите жертву, не только в храме, но вы режете пара адуму снаружи, там, где нельзя резать жертвоприношение, так же, как делают народы мира, и на самом деле, пара адума и сыр мишталех, они очень напоминают друг друга, они приходят для того, чтобы убрать рог тума, убрать дух нечистоты из этого мира, как сказано, что в будущем, новиим спророчествует, что весь рог тумы, весь дух нечистоты, я уберусь с земли, сказал Всевышний. И теперь ты можешь понять, почему после того, как приносится пара адума, или сыр мишталех, после этого, нужно, человеку, который сжигал это, и сталкивал, нужно постирать одежду, потому что, он прикасается к этому духу нечистоты, он убирает его из мира, и, соответственно, он немножко загрязняется, ему нужно стирать одежду. Раф Абраам тебе сказал, что тайны этого доходятся до понимания пасука ло из беход зефхейхем ле сейрим. Есть пасук, что там же в книге Ваикра, есть пасук, который говорит, что больше не будут жертвовать козлам, дословный перевод, сейрим. И здесь такая ситуация, что он хочет сказать, что наступит время, когда будет полностью исключен этот ангел Эсава из этого мира, Эсергора исчезнет, и, соответственно, больше им к нему не надо будет обращаться. И так теперь ты можешь понять, в чем суть взятки, которую мы даем в этот день саму. Это комментарий Рамбана. Хагро пишет, что из этого, из этой истории с ангелом и сейра-зазелем, мы можем понять, почему можно давать взятку народам мира. Давайте подведем итог. Здесь как бы понятно, что немножечко запутано, но суть тайны сейра-зазель, как его объясняет Рамбан, состоит в том, что мы понимаем, что мы даем этих сейрим Всевышнему, и того, и другого. И тот, и другой одинаково принадлежат Творцу, и одинаково к нему относятся. Творец разделяет среди своих малахим, среди ангелов, то, что необходимо для каких-то нужд, чтобы каждый получил гано, каждый получил какое-то удовольствие, подобно царю, который разделяет на трапезе, кому что дать. Также Акодаш Баругу дает этому сейра-мешталех, дает этому Азазелю, для того, чтобы сам ангел Исава, который является как бы основным обвинителем народа Израиля, он получил шохот, он получил взятку, и эта взятка ослепляет его глаза, и он видит то, что мы хотим ему показать, и не обращает внимания на грехи народа Израиля, и говорит, что посмотри, какой Амисраэль молодец, у него подобен ангелам, стоит, не ест, не пьет, в Йом-Кипр, перед ним нету ни одной Авеи. И вместо того, чтобы смотреть, что есть другие дни, он говорит то, что есть на самом деле в Йом-Кипур, и он, киба и холь, как будто бы ослепляется по отношению к другим дням года. Поэтому именно в этот день, когда Ахакодаш Бурагу должен, хочет, планирует, простить Амисраэль от всех Аверот, которые мы делаем, в этот год нужно, чтобы обвинитель не мог сильно говорить, много, поэтому Ахакодаш Бурагу дает нам митсву, когда он сам, мы даем Гошема, он отделяет этого Саира, для того, чтобы он попал к самому ангелу Исафа. Саир, это тоже, как бы, немножко намек на Исафа, как мы говорили. И в этот момент ангел Исафа, вместо того, чтобы обвинять Амисраэль, видит историю как бы через голубые очки, розовые, я не знаю. И таким образом, он ослеплен, и часть вещей, которые есть на самом деле, они проходят мимо него. Поэтому мы имеем полное право и должны давать подарки народам мира, и учит этому вот эта история Саир Мишталех. Это Гагро, так он учит этот посуд Мишлей. Понятно, что это как бы не Пшада Пашут. Пшада Пашут говорит о том, что простое понимание, о том, что нам нельзя давать взятки, потому что взятки ослепляют. А Ремис, который здесь видит, Гаон Мивильна, намек, который он видит, здесь нам говорится о том, что поскольку взятки ослепляют, мы обязаны это использовать. Поэтому обязаны это использовать в своих отношениях с народом мира, и доказательством этого является Саир Мишталех, который является подарком, взяткой, которую мы даем саму. Такой немножко неожиданный переход в этом пасуке, и тем не менее очень хорошо действующий. Я думаю, что вы знаете, что есть интересный рамбан, но его, а нет, я тоже его взял, но его я не взял. Есть очень интересный рамбан, который описывает встречу Иакова с Исавом, где Иаков делает три действия, готовясь к встрече с Исавом. Первое действие молитва, второе подарки, взятки, которые он дает, Иаков дает Исаву, и третье это приготовить два лагеря, для того, чтобы если Исав в один лагерь нападет на один лагерь, то второй лагерь мог бы сбежать и спастись с места битвы. И все наше поведение того, как нам контактировать с Исавом, мы должны учить из этой встречи, говорит рамбан, потому что здесь рассказаны все вещи, которые нужны, и рамбан, Буши Тато, он по своей шите, он объясняет, что одна из основных вещей, из трех вещей, которые мы должны делать, контактировать с Исавом, это мотанод, то есть подарки, взятки, для того, чтобы он перестал нас обвинять, поскольку его ангел это и есть главный обвинитель народа Израиля. Но это работает не только на духовном, но и на физическом уровне, и это то, о чем говорит здесь Гагро, хотя Маккор этому он приводит не источник, не встречи Кова и Исава, а приводит посук Мишли, который прямо говорит непосредственно о Шохаде. Окей, таким образом, мы в Израиле Зашем закончили один посук. Следующий посук будет немножко проще. Он говорит, «Прикрывающий проступок ищет любви, но Кно снова говорит о деле, то есть о грехе, тот отдаляет друга». Попытаемся Михосе Пеша, тот, который прикрывает свое преступление, Мивакеша Гава, он просит любви. Ве, Соне Бадавар, Мафрит Алуф, а человек, который, Шоне, я неправильно прочитал, повторяет одну и ту же вещь, преступление имеется в виду, он отделяется от Алуфа. Надо понять, что такое Алуф, как он перевел слово Алуф, он перевел «Отдаляет друга». Алуф это так вот не очевидно, что Алуф это именно друг, давайте попытаемся разобраться, что это значит. Говорит Мальбим, «Уже тебе сказано, что все по шаимти хасеава, что все преступления могут быть покрыты любовью». А здесь сказано, что тот же Дин наоборот, что любовь может искуплять за преступление, это мы уже говорили, а теперь мы говорим ровно наоборот, что человек, который закрывает свои преступления и ищет любви, он ищет любви, потому что это приводит к любви с другой стороны. То есть человек, который пытается закрыть, завершить свои преступления, он приближается ко Всевышнему, а мы знаем, что Агава это любовь, это соединение, приближение. Но человек, который повторяет свою вещь второй раз, как человек Ишбошет, про которого сказал Абнеру, Мадуа Бата Эль Пилакшей Ави, почему-то пришел к наложницам моего отца. Окей, я думаю, что не надо сейчас входить в эту историю восстания Абшалома против Давида, когда Абшалом, для того, чтобы ему был дан совет, для того, чтобы он уже не мог примириться с Давидом, он взял и пошел к наложницам царя, и Ишбошет имел какое-то отношение к этому, и он повторил еще раз это Абейру, но человек, который Шанеба Давар, который повторяет эту вещь, он отделяется от Алуфо, Умиядо, и тех, которые его познают, то есть, Мерет, Маратбо Ванаасесуно, он, когда он повторяет Абейру, это Мерет, бунт, и повторение ненависти. Еще можно объяснить, говорит Мальбим, что имеется в виду, что человек, который ищет любви, он Михасеп и Шахат, он закрывает одну из Аверот, но, если он повторяет и Пеша, и Пеша, Абейру, и Абейру, второй раз, то тогда это отделяет от Алуфа, потому что тогда он больше, Всевышний больше не будет его прощать, и здесь есть намек около Творца, что если человек повторяет свою Абейру, то он не найдет прощения. Человек, который Авар, человек, который сделал Абейру и повторил ее еще раз, на Аселуке Гетер, это Абейра становится как разрешенная вещь. То есть, когда человек первый раз делает Абейру, он страдает, переживает, ему тяжело на это решиться, но вот как-то его, то ли Таева, то ли Гаева, то ли еще какие-то из нашим занод женщин-блудницы, которых мы считаем здесь в Мишле, они его соблазнили на этот подвиг, он сделал Абейру, ему было тяжело. Когда он ее делает второй раз, после того, как он сделал второй раз, для него это уже Гетер, он уже не страдает, я уже один раз сделал, ничего страшного. Обычно говорят, что если он делает это третий раз, то это уже почти Митсуа, то это уже совершенно нормально, закономерно и никакой проблемы не вызывает. Но этого не написано у Хазаль, а вот то, что человек, который повторяет Абейру, для него это, он отдаляется от Творца, от Алуфа, от близкого, от друга, это здесь написано, что повторение Абейры приводит к тому, что человек удален. Гаон объясняет так, что человек, который Михасе Пэша, закрывает свое Пэша, он просит любви, человек, который ее повторяет, он отдаляется. Что значит Милакеш Агава? Что значит он просит Агавы любви? Постоянно. Он просит любви постоянно. Но человек, который Михасе Пэша, то есть он повторяет, то он постоянно повторяет Абейрот, Он отделяется также от Алуфа. И это, что такое отделиться от Алуфа, объясняет Гаон, это разделение между мужем и женой. И об этом сказано, Алуф наарайата, обращение женщины к мужу, что ты любимый моей молодости ты. Имеется в виду, Хо-Шех Ла-Гоф, человек, который стремится к любви и хочет вернуться от всего сердца и во всеми своими возможностями. Этот человек скрывает, закрывает, убирает свою пэшу, свое преступление. И об этом сказано, что все преступления покроют любовь. Но человек, который повторяет преступления и делает Ауэру еще и еще, он разделяет между мужским и женским началом. То есть он делает, перут отделение между собой и Алуфо Шалалам. Алуф на современном иврите, это что-то типа полковник, военачальник, глава. Между собой и тем, кто управляет всем миром. И об этом сказано, человек, который говорит, Ах, Теве, Ашуф, я согрешу и сделаю Чуфу, ему не дают сделать Чуфу. Всевышний ему мешает сделать Чуфу. Я хочу остановиться над разделением между мужем и женой. Это такая немножечко скользкая тема. Но поскольку Гаон в нее вошел, мне кажется, что будет не совсем правильно, совсем об этом не говорить. Я не взял с собой Сидура, но я думаю, что вы все знаете. Элла дворим шейн лэм шур. Вот вещи, у которых нет предела. И дальше Мишна в Пея. Ладно, Ария, я думаю. И все читают это с утра. Мишна в трактате Пея, который говорит, что вещи, которым нет предела. Одна из них, Масим Шалом, Бен Адамла Хавероба, Нишла и что? Человек, который делает мир между человеком и его товарищем, между мужем и женой. И понятно, что шоломбай – это очень важная ситуация. И вообще нехорошо, когда муж и жена дерутся. Это опасно для здоровья, вредно и так далее. Но почему, собственно, так важно, чтобы муж и жена были в мире? Я понимаю, что я задаю почти апикарсутский вопрос. Страшное дело такое спросить. Но, тем не менее, в чем такая важность настолько, что этому нет предела? Дело в том, что семья, муж и жена – это является некой проекцией Бейт-Мигдеша, является некой проекцией отношения Всевышнего и всех миров. Все миры устроены таким образом, начиная с самых верхних, о которых даже говорить нельзя. Но они, ну не самые верхние, почти самые верхние. Они все построены по принципу мужское и женское начало. Это принцип, который называется Машпия и Микабль. Тот, кто дает и тот, кто принимает. Это Солнце и Луна, которые описаны в Торе. Известный диалог между Всевышним и Луной, когда Луна должна была быть уменьшена. И сила принятия теперь в этом мире много меньше, чем то, что дается в этот мир. Поэтому Всевышний дает нам Тору, а мы принимаем, извините, и так далее. Но при этом соотношение между мужским и женским началом – это соотношение, о котором мы очень часто говорим, особенно те, кто молится по сифарским и хасидским седурам, говорят об этом просто много раз в день. Потому что перед каждой молитвой, перед каждой митсвой там написано. Лэшэ михуд кот шабри. Собственно, у многих ашкенадских тоже написано, а ашкенадзим не принято это говорить. Но Дебе Иуда был хатерорически против этой фразы, потому что он считал, что все это находится прямо в брахе, и не надо выдумывать. Ашкенадзим дала нам установили брахот, и не надо добавлять к тексту брахот, и так далее. Но, тем не менее, никто не говорит, что это не так. Вопрос, надо ли это произносить. Мы говорим, лэшэ михуд кот шабри, гу, ушхенатей, и так далее. Ради единства Всевышнего и шахины. Что означает единство кодэш-барагу и шахины? Шахина – это то, что называется внутри Творца, женским началом. Атрибут Малхус, атрибут Царства Всевышнего. Самый низкий из всех атрибутов Всевышнего, который раскрывается в этом мире. И все, что мы можем понять, мы можем понять только его, и его тоже не очень сильно. Но это мы более или менее можем понять, что Всевышний управляет всем, и он является царем всего. Ему надлежит дать почести несколько выше, чем дают почести царю из плоти и крови. Но то, что он мэлох, от слова молих, тот, кто ведет, и то, что Малхус раскрывается в этом мире, это то, что нам раскрыто и дано каким-то образом постигнуть. Если очень грубо это описать, я, может быть, вхожу в какие-то высокие эспероты, но тем не менее. Если это очень грубо описать, то никакого понимания Всевышнего у нас не может быть. По одной причине Всевышний бесконечен, а мы очень даже конечны. Причем все более и более конечны. И поэтому невозможно бесконечность описать на уровне понимания того ограничения, которое у нас есть. Вот это вот соединение бесконечности с тем, что имеет границы, это атрибут Малхус, который Всевышний определил в этом мире, через который он раскрывается для того, чтобы у нас было какое-то постижение, о чем идет речь. Тот же самый атрибут Малхус называется шехина, который переводится как «большинственное присутствие», когда мы говорим о том, что какое-то раскрытие Творца в этом мире происходит. В тот момент, когда Ам-Исраэль, не дай Бог, делает Аверот, то в этот момент мы делаем некий разрыв между Гакодыш-Быргу и Шехиной, тем, что спущено к нам и раскрывается внутри этого мира. Происходит разрыв внутри Гакодыш-Быргу, Киба-Ихоль, не дай Бог. И это разделение, которое разделение между мужем и женой. В тот момент, когда мы соединяем Аль-Идэй, Митцвот посредством Митцвот, Шувы и так далее, каждая Митцва, которую мы делаем, мы говорим или не говорим, для того, чтобы было воссоединение Гакодыш-Быргу и Шехины посредством нашей Митцвы. И примеры, которые этому приводятся, примеры колы, которая идет невестой, которая идет навстречу с катаном, с женихом. И невеста, которая идет навстречу с женихом, она должна быть украшена. Украшения, которые невесте покупаются для того, чтобы украсить ее в Нижнем мире, это украшения в виде, я не знаю чего, сережек, цепочек и так далее. Все названия в курсе. И так далее и тому подобное. Украшения, которые надевает Шехина, встречаясь с Котш-Быргу, это украшения невесты, которые надеваем на нее мы, нашим Митцвот и Моасим Тавим. Наши Митцвоты, хорошие дела, это то, что украшает невесту и соединяет ее с женихом, с Котш-Быргу. Поэтому, когда мы говорим о шалом Бенышла и что, мир между мужем и женой, речь здесь идет о том, что в проекции каждая семья, она проектируется как часть соединения между Шехиной и Акодыш-Быргу. Шехиной и Акодыш-Быргу, я не буду все-таки переводить эти слова, как-то уж слишком плохо получится. И поэтому мир между мужем и женой, это не только то, что мы не набили друг другу морды, что, несомненно, очень важно, вне всяких сомнений. Я не голосую за то, чтобы сейчас идти и бить морды друг другу. Жечь идет о том, что кроме этого, мы действительно в нижнем мире делаем проекцию вот этого соединения Котш-Быргу и Шехины. И поэтому шалом Бенышла и что, это одна из самых серьезных вещей, которые могут существовать. И Дерри Гагаф просто заодно. У меня был такой случай, когда мне одна девушка из Нитивбина сказала, что я весь кайф обломал, но она как-то более интеллигентно выразилась, всю романтику испортила. Когда мы обсуждали процесс зажигания шабатних свечей, и мне рассказали 10 таамим о том, что хава погасила нерка, душу человека, поэтому ей надо было, ей надо сейчас зажигать свечи, которые поднимают на высоту. Это новая свеча, каждая свеча, это душа человека, все правильно. Но Гемора говорит, только один смысл зажжения шабатних свечей. Чтобы муж и жена в темноте не стукнулись лбами, и чтобы он не дал ей в морду. Я понимаю, что это очень, как-то так вот неромантично звучит, но это не просто важно. Ничего важнее быть не может, чем соединение, шалом между мужем и женой, которое происходит в шабат, соединение, которое дает соединение Шихины и Котши-Барегу на таком уровне, о котором в другие дни даже невозможно думать, да и в этот день, и в другие дни мы не понимаем, что происходит, но тем не менее, нужно увидеть, что об этом идет речь. Так вот, Алуф, который здесь сказан, перевод которого я не знаю, как перевести, ближний, что это значит, но Гаон переводит это и говорит, что Алуф наарай ата, ты мой жених моей молодости ты. Так вот, он говорит о том, что в тот момент, когда человек повторяет Авейру, повторяет ее, повторяет еще раз, постоянно делает Авейру, он делает, разлучает с Алуфом, разлучает Шихину и Котши-Бригу. В тот момент, когда Авейра, которую он сделал, он ее закрывает, он ее михосе, он ее убирает, в этот момент он делает, рождает Мивакэш Агава, он просит любви. И эта любовь соединяет Котши-Бригу и Шхинатей, и Мимейла автоматически, наш мир приближается к Творцу, и мы устанавливаем новый контакт со Всевышним, и это и есть понятие Агавы, которое является понятием соединения и приближения. Гаон здесь очень коротко намекает на то, что я сказал, когда приводит этот пасук и говорит, что это Гу-Бен-Иш-Лэ-Иш-То. Бен-Алуф – это «между мыжем и женой», как сказано «Алуфная райата», как сказано «ты Алуф моей молодости». Окей, более-менее понятно. Поэтому получается немножко новое такое раскрытие этого пасука, немножечко новое, и мы можем прочитать, наверное, успеть еще одно предложение, которое предложение под номер 10. «Опасение и обличение больше действует на разумного, чем на глупого сто ударов». Тахат Гаара Бамивин вместо Гаары – упрека для умного, для понимающего, это лучше, чем Гакот Ксильмия, когда глупца бьют сто раз. Один упрек умного лучше, чем сто ударов глупому. Говорит Шлома Амеллах так, говорит Мальбин, что Ксиль – глупец, ему не поможет даже удары, потому что он знает законы мудрости, но он знает их, но он не может их соблюдать, потому что его тайва, она побеждает его. И удары здесь не могут помочь, а только Лехосер Лев. Удары могут помочь тому, у которого не хватает понимания, если сарон в сердце, у него нет. Как сказано, «Шевет Лаго Хасар Лев», что «Шевет плетка» помогает тому, у которого не хватает сердца, не хватает понимания, что он не восстает, его душа, а только просто у него в сердце не хватает разума, понимания, и тогда стукнуть может очень даже подействовать. И это такой человек подобен Бхиме, скотине, которые бьют ее кнутом для того, чтобы направить ее на нужную дорогу. Но человек, который понимает, а не может делать из-за своей Ецергоры, то ему не нужны удары, потому что ему достаточно упрека, объяснения. Как только ему объясняют, то он понимает, как правильно себя вести, и упреки ему уже не нужны. Ему не хватало понимания, он его понимает, оно у него рождается. Гаон объясняет этот послуг очень похоже. Он говорит, то удар для того, который разумный, это лучше, чем сто ударов для дурака. Имеется в виду, что есть два вида тахахы, два вида упреков, которые есть. Первый, дебур и мусар. Второй, это дебур. Дебур, это речь, мусар, это исурим, несчастье, страдание. И здесь сказано, что, когда делается тахаха, упрек, посредством высказываний, то это разбивает сердце человека, который разумный человек. И это разбивает его больше, чем несчастье, которое к нему приходит, которое посылает Всевышний до дурака. И об этом сказано, тава мардус и хадбе, ли боши ля дам, мекама молкует. Хорошо, мордут, восстание одно в сердце человека, больше, чем несколько молкует, несколько ударов. То есть, человек, который восстал, но он разумный, ему можно объяснить, ошибку, то этот человек в состоянии принять тахаху. Человек же, который глупый, настолько к силе, это не совсем глупый, это человек, который не в состоянии, он отказывается воспринять упреки Всевышнего, то ему объяснять, понятно, что бесполезно, но даже удары ему не помогут. Как это выразиться, я точно не знаю. Одни люди будут считать, что это случайные, несвязанные вещи. Другие люди будут считать, что это пришло совершенно по другому поводу, откуда я знаю, по какому и что. Но они не обратят внимания на то, что происходит. В то время, как человек, который хочет искренне понять какую-то вещь, когда ему говоришь и объясняешь, он в состоянии, поскольку он ищет, поэтому ему не хватает, не хватает собственных знаний, еще чего-то. Когда ему даются какие-то направления, он начинает идти по правильному пути. Но до этого он просто не знал, он сам искал. Человек же, который неразумный, не ищущий, ему и удары очень мало помогают. Здесь как бы в шаде опашут. Я думаю, что на этом мы сегодня закончим, на десятом предложении. Всего доброго. До встречи на следующей неделе. Шаблотова, Гутывох.